Краткое содержание первой части Моё почтение, друзья, мы шики! Сегодня в этом уголке страны Огнея, в одном из древних центров культуры и искусства Азербайджана нам посчастливилось стать свидетелями яркого торжества. Так здесь отмечают День города. Да, друзья, ежегодный кулинарный фестиваль, приуроченный ко Дню города, придется по вкусу каждому. Блюда национальной кухни не оставят равнодушным никого. В 1968 году Йохары-Баш был объявлен архитектурным заповедником. В него входит главная торговая улица, вдоль которой размещены караван-сарай и лавки ремесленников. Она окружена жилыми кварталами Мехалле, сохранившими по сей день исторические названия. На территории расположены также дом шекинских ханов, мечети с миноретами и бани. Территория заповедника включает и шекинскую крепость с расположенным в ней дворцом шекинских ханов. Друзья, интересный факт. Дворец шекинских ханов, который по праву считается одной из жемчужин азербайджанского зодчества, был построен, внимание, без единого гвоздя. Друзья, сегодня мы продолжим наше увлекательное и в то же время познавательное путешествие по Шекии. Итак, что может быть лучше для любознательного туриста, охваченного страстью познания и приобретения новых впечатлений, таких как ваш покорный слуга, чем прикасаться в прямом смысле этого слова к традициям, идущим из глубины времен. А тем более в таком городе. Шеки удостоился чести войти в список ЮНЕСКО сеть творческих городов именно благодаря развитому традиционному декоративно-прикладному и народному искусству. Произошло это в 2017 году. Пришло время познакомиться с некоторыми видами декоративно-прикладного искусства этого края. И начнем мы с упомянутой в первой части техники создания волшебных витражей из небольших деревянных деталей с выступами и углублениями. В них вставляются маленькие кусочки разноцветного стекла. Это шабякя, что на русский язык переводится как сетка. Детали изготавливаются в основном из бука. Древнее искусство уходит корнями в 11-12 века. И в 50-х годах это искусство пропадало. Наш знаменитый мастер Уста Шрал как бы заново возразил это искусство. К слову, Уста на русский язык переводится как мастер. Именно у него Тофик Расулов с малых лет и познавал все тонкости, секреты данной техники. Неудивительно. Ведь Тофик Муалим его сын и продолжатель семейного ремесла в четвертом поколении. Наш собеседник рассказывает, что это очень интересная, но в то же время чрезвычайно кропотливая работа. Чем меньше детали, тем больше времени требуется на создание витража. Тофик Муалим принимал участие в реставрации шабяке во дворце шикинских ханов. Там есть шабяке, где в одном квадратном метре вида шабяки мелкого вида 14 тысяч частей деревянных. В настоящее время это искусство не только сохраняется и бережно передается следующим поколениям, но и выходят на новый виток развития. Этому, к примеру, способствуют новаторские шаги, предпринимаемые нашим визави в школе шабяке, которая была основана отцом Тофика Расулова. Новая программа у нас, матери, впервые в Азербайджане будут заниматься этим делом девочки. Девочки, это впервые. Ну, это наш долг, чтобы это искусство не пропало и чтобы продолжалось. Используя технику шабяке, мастера создают не только ласкающий взор своей изысканностью и красочностью окна, подобные тем, которые мы видели во дворце Шикинских ханов. Но и двери, шкафы, шкатулки, декоративные панели и многое другое порождается фантазией, мастерством умельцев, хранящих таинства древних традиций и не дающих им затеряться во времени. Работа обычно начинается с дизайнерского эскиза, где все рассчитывается, продумывается до мелочей. Затем чертеж переносится на дерево. Чтобы изготовить одну деталь, надо 7-8 процессов делать. Здесь геометрия, математическое чертежение. На один миллиметр такая толщина нужна. Ну, есть крупные детали, есть мелкие детали. Вот в ханском дворце вот такие маленькие кусочки. Когда мы там собирали, все пинцетом собирали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А какие ощущения вы испытываете, когда собирается щадокер? Ну, когда я собираю щадокер, значит, надо быть внимательным, очень внимательным. Ну, когда уже кончаешь сборку, тогда как бы отдыхаешь. Отдыхаешь. Отдыхаешь, смотришь на работу и так отдыхаешь. А нам отдыхать пока рано. Ведь впереди нас еще ждут интересные приключения. Но перед тем, как продолжить, позвольте продемонстрировать прочность изделия, выполненного в технике щадокер. Итак, внимание! Я очень прочный, видишь? О, потрясающе! Удивительно! Можно я попробую? Попробуй. Вот, я говорю, вот. Да, друзья, это действительно невероятная прочность. Удивительно. Целая, удивительно красивая щадокер. Потрясающе! Спасибо вам большое за мастер-класс, за интересный рассказ. Спасибо вам. Очень приятно было познакомиться, пообщаться и поучаствовать в сборке такой невероятной красоты. Спасибо вам большое. Спасибо, пожалуйста. Да, друзья, очевидно, мастер-классы – это не только хорошая возможность замечательно провести время, но и шанс дотронуться до истории, почувствовать ее физически, пропустить эпохи сквозь свою душу, погрузить воображение в глубины времен и тем самым намного ближе познакомиться с прошлым, с традициями. Это, на мой взгляд, более значимо, чем просто потеха. Однако, не знаю, как у вас, а у меня, пробуя что-то новое, увы, не всегда получается собственноручно выполнить даже самое простое действие. Именно так и случилось, когда мы знакомились со следующим древним видом декоративно-прикладного искусства шики – текальдус. История текальдус насчитывает не одну сотню лет. Широкое распространение в шике это искусство получило примерно в 17 веке. По сути, это художественная вышивка тамбурным швом. Фон, то есть ткань, в основном плотная, чаще всего бывает темных тонов. Контраст достигается за счет ярких цветных шелковых, реже шерстяных нитей. Для создания тонкого узора последовательность петель производится иглой. Если нам необходимо получить более плотный, филигранный шов, то в этом случае применяется специальный крючок. Текальдус значит нанизывать одной рукой. Глядя на такую тонкую, нежную работу, на узоры, транслирующие изящество, я бы даже сказал, некую грациозность, сложно представить, что издревле этим ремеслом занимались мужчины. И только уже потом, спустя некоторое время, оно перешло в женские руки. Да, это исторический факт. Однако, несмотря на данное обстоятельство, вашему покорному слуге так и не удалось произвести ни одного шва. Не говоря уже о создании какого-либо узора. В старину в основном создавались растительные орнаменты, а также изображались животные. Вышивались традиционные символы, такие как бута, геометрические формы и многое другое. Сегодня мы практикуем и более сложные узоры. Согласитесь, посмотрев издалека на эти произведения искусства, не сразу распознаешь в них вышивку. Не правда ли? А что происходит там снизу? Давайте все-таки я попрошу оператора, чтобы оператор продемонстрировал процесс именно снизу. Давайте попробуем. Вот, посмотрите. На первый взгляд может показаться, что тут все очень просто. Но это совсем не так. К примеру, на создание одного, подчеркну, простого цветка может уйти не менее часа. Поверьте, непринужденность движений рук мастера, незатейливость техники – все это обманчиво. Поэтому-то мне и пришлось оставить затею и свои нелепые попытки попробовать себя в этом виде искусства за кадром. А какие в основном цвета вы используете в своих работах? Есть ли какой-то принцип или же определенные цвета, которые вы чаще всего используете? Нет, все зависит от настроения, вдохновения, сюжета. Для меня главная композиция – гармоничное сочетание оттенков. Я это очень хорошо чувствую. Например, в одном цветке я могу использовать 11-12 оттенков для того, чтобы создать тени и придать ему натуральность, живость. Гюляндам Алхасова, уроженка Шики, занимается этим традиционным шикинским видом декоративно-прикладного искусства с юности. Она неоднократно была участником многочисленных конкурсов, которые проводились в разных странах мира, где ее работы всегда высоко оценивались и демонстрировали многогранность талантов уроженцев страны огней. Гюляндам Ханум не только успешно представляла Азербайджан за рубежом, но и является одной из тех, кто вносит свой вклад в бережную передачу традиций, наследия предков, современности и последующим поколениям. Продолжатели ее мастерства – это не только ее сын и невестка. Это несколько десятков ее воспитанников. Ну а в продолжении хотелось бы немного поделиться сугубо личными размышлениями. Очевидно, что возрождение, сохранение и дальнейшая забота о традиционных видах декоративно-прикладного искусства – это, как мне кажется, значимое явление с точки зрения воспитания патриотизма, уважения, любви к родине и заботы о ней у каждого гражданина страны огней, вне зависимости от национальности, вероисповедания. А еще – это развитие творческого мышления, привития вкуса, понимания прекрасного у молодежи. Дошедшие из глубины времен культурные традиции также способствуют рождению новых направлений в искусстве. Так, например, буквально в соседней мастерской нам посчастливилось познакомиться с великолепной мастерицей Вафой Мустафаевой. Меня удивила ее находчивость. Она рассказывает, что ее желание всегда двигаться в творческое будущее, не забывая при этом наследие предков, побудило к созданию нового, неординарного направления декоративно-прикладного искусства. Что же сделала Вафа Хану? Мастерица совместила войлочное искусство с Текель Дус. Все вроде бы просто, но выглядит невероятно красиво и интересно. Так что, когда будете здесь, советую заглянуть в мастерские умельцев этого древнего края и насладиться не только созерцанием творческого процесса, но и участием в нем. А еще хочу подчеркнуть, что необычный сувенир на память – это, конечно же, просто великолепно. Но, думаю, пройти мастер-классы, которые, как я уже отмечал, по моему мнению, дарят возможность почувствовать историю физически, погрузить сознание вглубь веков и ближе познакомиться с традициями – это все же нечто намного большее. И даже если у вас ничего не получится, такая память, такой опыт останутся с вами на всю жизнь. Итак, друзья, наше путешествие Пушики на этом не заканчивается. Однако сегодня пришло время прощаться. Но в следующий раз нас ждет новая порция потрясающих впечатлений от очень занимательной, насыщенной свежим, чистейшим воздухом, вкусной… Да-да, вы не ослышались, вкусной прогулки. А пока всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!